Хайо, ребята, с вами Фибоначчи и мы продолжаем прохождение игры под названием The Quest. Итак, у нас кладбище Вастароса и тут, по-моему, вот сюда мне нужно. Черния, нет, эти я обыскивал, а вот тут какая-то баба лазит. И какой-то портал. Александрия Донан. Мне показывает, что она злая. О, у нас наить ману, прекрасно. Значит, тут что-то защита от магии. Жезл. Кто-то будет вражеская. Гессы и Бадор, дети древних. Эй. О. Кеда. Тухлая. Кстати, я сюда могу твою тухлую выложить, пусть она тут хранится. О. Ложить. Бросить. И мясо тоже стухло. И у меня вообще еды нет. Ну, можно сейчас сделать создание еды несколько раз. Либо сныть ману, да? Ну, я сюда шагну, и что будет? Храним. Привет. Похоже, вы занимаете достойное положение в обществе, Фибоначо. Я могу вам каким-то образом услужить. Кто вы? Алисандрия Донан, один из последних живых членов благородной семьи Донан, Вастареса. Мы... Вы могли слышать про нас. Мы потомки древних королей. Наша кровь чище Мерсанта Оросария. О, и еще я сестра отца Антона, главы церкви Вастареса. Востоку отсюда. Я чуть не забыла про дорогого братца. Что вы здесь делаете? Я говорю с духом отца. Он стоит возле гроба. Мы обсуждаем конец династии Донан. Многие годы Донаны спали друг с другом, чтобы поддерживать чистоту рода. Раз мой брат священник, связанный обетом целомудрия, у меня возникает дилемма. Если я понесу детей, они должны быть чистокровными. Когда вы прервали нас, мы обсуждали решение, которое вас не касается. Пожалуйста, уходите. Про пентаграмму. Для чего эта пентаграмма? Что-то в ваших глазах незнакомец побуждает меня рассказать, что у меня на душе. Эта пентаграмма – часть заклинания, над которым я работаю. Этому заклинанию меня научил старик, живущий в башне возле Прина. Далеко на северо-востоке отсюда. Его называют таинственным человеком. У него огромные силы, разумеется. Злые, но это меня не пугает. Я попросила его помочь восстановить полную мужскую энергию моего отца, чтобы мы могли переспать и продолжить род донанов. Как я уже упоминала, донаны спят только с чистокровными родственниками. Сейчас вы видите лишь облик моего отца. Но он живет в этом мире и не может покинуть это место. Лишь после этого заклинания он получит жизнь и достоинство, чтобы оплодотворить меня и помочь продолжить наш род. Но для завершения этого ритуала мне кое-что нужно. Возможно, вы сможете это принести, чтобы полностью оживить отца. Я должна смазать этот пентакль священным елеем. Мой брат обычно держит подобные вещи в своей ризнице, в церкви, в Астароса. Востоку отсюда. Вам всего лишь нужно влезть в окно и забрать его. Он обычно занимается пастрой и возносит молитвы. И, конечно, лучше дождаться ночи. Вы принесете мне елей? Я награжу вас прекрасной одеждой, доспехами, щитом и 500 золотых вы не пожалеете. Хм, меня манит золото, но почему вы просто не попросите елей у брата? Я уже просил у брата священный елей этим утром. Он отказался. Он знает, почему я его хочу и заподозрит любого, кто спросит о нем, особенно чужаков. Но вы можете его украсть, как я и сказала. Идите и перенесите его мне. Если не вернетесь через 24 часа, заклинание провалится. Ты то елей. Сейчас у нас не ночь. Так. А ты хочешь этого? Похоже, вы занимаете достойное положение в обществе. Я с ним даже разговаривать не могу, и он метод дальше не пускает. Понял. Не дурак. Был бы дурак, не понял бы. Пойдем воровать. Ну, может быть мне хватит силы убеждения его попросить. То, скорее всего, вряд ли. А, церковь там, по прямой. Сохраним. Ну, там только принять можно было. Так как я квесты собираюсь проходить все. А я его и не могу попросить. Только. Да. Только выкрасть. Вот окно. Это будет безопаснее ночью. Ну, понятно. Да, как я и говорил. Сделаем сейчас еду. По максимуму. Очаровывать мне нечего. Все, отдохнуть. За 24 часа ей принести, значит. Ночь. Вы завязаете в резницу и находите там разные вещи. Вы нашли 100 золота, хлеб, цветой елей. Вы свершили преступление. Вот. А теперь можно. Сохраним. На другой слот. Если я ему расскажу. Я встретил Александрию. Поверьте ли вы мне, если я расскажу о том, что она хочет, чтобы я крал из вашей церкви? Я вам верю. И вижу по вашим глазам, что вы сделали то, что она попросила. Не знаю, почему вы признались. Вы совершили святотатство и преступление. Не усугубляйте все, отдав ей святой елей. Верните его мне и идите лесом. Вот, отец. Заберите свой елей. Не знаю, что он у меня нашло. Я должен наложить на вас тяжелую кару за ваш проступок. Но я знаю силу своей сестры. Сейчас уходите и забудьте ее. Слава повышается. Задание выполнено, он ничего мне не дал. А, провалено. Провалено же? Нет, еще типа к ней можно сбегать. Оно как активное остается. Налево, да? Так, я теряю терпение. Она меня выгнала, что ли? Оно провалится в течение 24 часов. Так. Если ему не рассказывать, а просто отнести ей, задание будет выполнено, но слава ухудшена, да? Насколько интересно. Сейчас я хороший. Когда ты был добрым. Уже добрый или хороший? Елей у вас? Хорошо. Теперь мы можем начать церемонию. Но сначала, вот ваша награда. Вы хотите посмотреть, как я верну жизненную силу отцу? Ну раз до этого дошло, почему бы и нет? Плащ, рыцарский щит, рукавицы, 200 золота. Вы потеряли зелье святой елей. Никакой славы. А там повышается. Ну раз до этого дошло, почему бы и нет? Хорошо. Если нужно сделать детей, как говорят. Здоровье снижается на 5. После ночи со мной, он, вне всякого сомнения, снова окажется на смертном Адре. Мне нужна всего одна ночь. Нам пора идти, воин. Наслаждайтесь своей наградой. Церемония забрала часть вашего здоровья. Простите, но это цена за любопытство. Ну в смысле, это же не максимальное здоровье? Да, просто 5 здоровья у меня отняли. Да хрень вообще, фигня. И что она мне надавала? Щит, который я продам. Варежки, которые я продам. И плащ, который я также продам. Но, в квестах, как выполненные теперь. Да? А может мне дальше славу повышать? Ну, 71602. Я сейчас сохранюсь на... Вот куда-нибудь сюда. И все же... Церковь. Вот. До свидания. О, неплохо. Неплохо повысилась слава. Тогда пусть квест проваливается. Она мне все равно хлам даст. Может быть для меня сейчас лучше будет слава. А квест будет провален. Ну, что поделать? Не все квесты можно выполнить нормально. Положительно. Так, а вернулся я чисто вторую часть. Обыскать. Там, кстати, какая-то дверь. Правители династии. Оно открыто, наверное. А, нет. Можно что-то собрать. Вода. Будет она в углублении стоит. Царств в вечном сне с 10 лет. Он был хорошим сыном. Ну, ничего с ними сделать нельзя. Тухлое мясо. Пусть. Так, откроем. Возврат. Класс. Она у меня есть. Здесь тоже. Нет, здесь открыто. И малое усиление выносливости. И книга, которую я уже знаю. Извечение ядокасания. В общем, ни хрена тут нету. Так, ну что ж. Квест у нас сейчас провалится скоро. Будет еще один провальный квест. Но я думаю, так лучше повысить славу. Ну и продолжим мы, ребята. Прохождение уже в следующей серии. Ну а если вам понравилось видео, поддержите лайком. А также подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые выпуски. С вами был Фибоначчи. И пока-пока.